Ульяновские школьники познакомились с закрытым предприятием поближе. Сотни спецмашин и тонны реагентов, как в Ульяновске коммунальные службы готовятся к зиме. В Ульяновском регионе производят экологически чистые удобрения и добавки для животных. Подведены итоги первого года работы Центра спортивного и боевого самбо в Димитровграде. Принятие бюджета Ульяновской области на 2020 год стало ведущей темой аппаратного совещания. Проект главного финансового документа утвержден на заседании регионального правительства. Также обсуждались вопросы детской безопасности, совершенствования дорожного хозяйства и реформирования отрасли спорта и физической культуры. Подробности у Егора Титова. Принятие бюджета области на следующий год стало одной из главных тем аппаратного совещания. Проект главного финансового документа утвержден на заседании регионального правительства. Теперь им предстоит добиться одобрения у депутатов законодательного собрания. Действительно, конечно, нам придется еще на площадке законодательного собрания много что корректировать в тех предложениях правительства. Но я не думаю, что там какие-то критичные есть вопросы. Надо просто качественно отработать и выйти на защиту. Губернатор рекомендовал уделить внимание изменениям в налоговом законодательстве, происходящем на федеральном уровне. Областной бюджет должен быть адаптирован к новшеству. Глава региона поручил создать рабочую группу, которая должна заняться этими вопросами. Бюджет является социально направленным. 70% расходы это именно на социальную сферу. И бюджет сохраняет свою программность. Он является непосредственно состоит из 21 государственной программы. При этом на две программы больше, чем в этом году появляется новая программа. Это технологического развития, научно-технологического развития программы и программа занятости. Еще одной темой аппаратного совещания стали вопросы безопасности. На днях в Саратове произошел чудовищный случай. Была убита 9-летняя девочка. Губернатор поручил более ответственно относиться к безопасности детей по дороге в школу. Давайте сделаем карту рисков движения наших детей. Мы должны это сделать совместно. Установим там видеосистемы. Установим там специальные датчики. Чтобы ни один ребенок не был подвержен этому риску. Губернатор обратил внимание на внедрение системы умного освещения на улицах населенных пунктов. Этот проект должен быть опробован в качестве пилотного, чтобы потом распространиться на всю территорию области. Вопрос о безопасности имеет важное значение в том числе на дорогах области. Закончилась тематическая неделя национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». А на этой неделе делегация Ульяновской области во главе с Сергеем Морозом отправится в Екатеринбург на Всероссийский форум «Дорог-2019». Основной тематикой данного форума является контроль над реализацией национального проекта «Безопасные и качественные дороги». А самое главное, которую цель стоит перед форумом, это выработка предложений, мероприятий, их реализация по обеспечению безопасности дорожного движения и по обеспечению сохранности жизни и здоровья людей. На выставке будут представлены основные достижения транспортного хозяйства и современные дорожные материалы. Своим опытом с федеральными региональными коллегами планируют поделиться и ульяновские делегаты. От вопроса совершенствования дорожного хозяйства губернатор перешел к реформированию отрасли спорта и физической культуры. Глава области поручил создать рабочую группу, которая должна выработать новую модель управления этой сферой. Но на этом изменение не закончится. Будет создан специальный совет экспертов при губернаторе Ульяновской области. Этот совет совместно с общественной палатой, как предложил стать президент, мог бы не реже двух раз в год выносить на рассмотрение жителей всего региона важнейшие вопросы физической культуры и спорта. Ну и, естественно, помогать мне принимать решения. А вот по поводу Олимпийского совета губернатор сказал, что он не справляется со своими обязанностями. Поэтому глава области поручил правительству проверить и оценить его работу. В заключении аппаратного совещания поговорили о демографии. Губернатор призвал уделять этим вопросам более плотное внимание. Например, перестроить систему профилактики неблагополучных семей, которая сейчас работает не лучшим образом. Активнее должны привлекаться к решению семейных вопросов на региональном уровне не только матери, но и отцы. В качестве положительного примера губернатор попросил рассказать на аппаратном совещании о социальном проекте «Шаги к материнству». В нем как раз участвуют в том числе и отцы. Главной задачей проекта является оказание поддержки, оказание специализированной помощи женщине в период беременности. И развитие родительской компетентности в парах, которые ожидают появления первого малыша именно. За время своего действия проект уже успел помочь многим. Несколько пар даже пожелали скрепить УЗО законным браком, хотя первоначально не собирались этого делать. В дальнейшем проект собираются продолжить и расширить. Егор Тистоф, Руслан Баталов, Новости Управды ТВ. Документы готовы, шансовый инструмент закуплен, штат укомплектован, техника в наличии. Почти все 95 управляющих компаний Ульяновска готовы к встрече зимы. Как ведется контроль и сколько реагентов подготовлено? Подробности у Ринаты Алиуловой. Эта техника ждет своего часа. Выйти во дворы и чистить придомовые территории от снега и наледи. Сейчас в Ульяновске работает 95 управляющих компаний. Главная задача сегодня подготовиться к сюрпризам погоды. Трактора обслуживаются в данный момент. Готовность у них 95%. Остались небольшие доработки. Количество тракторов необходимое у нас имеется. Могут выйти в любой момент. То есть обновлены щетки для механизированной уборки снега. Всего к уборке от снега и наледи во дворах управляющих компаний в этом году планируют задействовать 111 спецмашин. Это на 20 машин больше, чем в прошлом году. Причем 56 из них – это собственная техника 55 арендованной машины. Внедрена система ГЛАНАСС на данной технике для того, чтобы комитет ЖКХ, также совместно со службой 05, с администрацией города могли отслеживать движение техники во время уборки снега. Управляющими компаниями на территории города подготовлено 60 маршрутных карт, по которым будет осуществлена уборка преддомовой территории. На 10% больше в этом году реагентов. Управляющие компании заключили контракт на покупку 1120 тонн песко-соляной смеси. За соблюдением всех норм и 100% готовностью к зиме коммунальных служб следит региональный департамент жилищной политики. Проверочные рейды начались с сентября. Проверяется наличие соответствующей техники коммунальной, ее готовность к работе, наличие шансового инструмента, это ручного инструмента для ручной уборки, наличие соответствующих графиков и маршрутных карт по уборке преддомовых территорий. Еще один вид мониторинга – народный. Свои жалобы и предложения жители могут высказывать по телефону горячей линии 05. В прошлом году ульяновцы оставили порядка 350 обращений. Касающиеся качества уборки преддомовых территорий. По результатам проверок, объездов и обращений составляется претензия в адрес управляющей компании. А вот городские дороги протяженностью 1043 километра зимой содержать будут компания «Дорримстрой». В ее арсенале 148 единиц техники. На сегодняшний день организация полностью подготовлена для обслуживания и содержания дорог в зимний период. То есть подготовлена песко-соляная смесь, закуплены реагенты, закуплены запчасти для ремонта техники, соответственно, проторгованы шины, аккумуляторы. Снег с городских дорог будут очищать так называемым колонным методом, когда машины едут друг за другом. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ. Трехдневный ралли-рейд, в котором вместе с лучшими отечественными гонщиками будут конкурировать и иностранные спортсмены, пройдет в нашем регионе с 17 по 20 октября. Ульяновская область примет гонку «Симбирский тракт», который закроет сезон не только в чемпионате России, но и в чемпионате Ульяновской области по ралли-рейдам «Холмы России». Соревнования пройдут на территории Теренгульского, Кузоватовского и Ульяновского районов. Всего участники соревнований преодолеют около 750 километров. Торжественное открытие соревнований состоится в субботу, 18 октября в 12.30 на Соборной площади. В этот день у всех желающих будет возможность пообщаться со спортсменами и сфотографироваться с боевыми автомобилями. В регионе проходит профориентационная акция недели без турникетов. Напомним, данная акция проводится лишь два раза в год – весной и осенью. Традиционно двери для школьников и студентов открывают ведущие предприятия региона. Особый интерес вызывают закрытые предприятия, куда просто так не попадешь. Где на этот раз побывали подростки, расскажет Наталья Чумаченко. Завод «Искра» присоединился к профориентационной акции «Неделя без турникетов». 30 школьников 20-го подшефного многопрофильного лицея вместе с родителями и учителями посетили предприятие, чтобы познакомиться с работой цехов и условиями труда сотрудников. Мы проводим так называемый день открытого турникета, когда все желающие, это имеется в виду молодежь, приходят к нам, чтобы посмотреть на наше предприятие, посмотреть перспективу, смогут ли они в дальнейшем у нас работать. Мы этому очень рады и поддерживаем эту традицию открытых дверей или открытых турникетов и впредь будем ее развивать. Сегодня «Искра» – один из ведущих производителей и поставщиков элементной базы для предприятий, изготовителей, радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники, средств связи и аппаратуру специального назначения. В цехах современного производства ребята узнали о работе оборудования, о востребованных технических специальностях и уровне заработной платы сотрудников предприятия. По словам участников мероприятия, подобные экскурсии помогают молодым людям в будущем определиться с профессией. Производство очень сложно. Ребенку для того, чтобы овладеть этой профессией, надо хорошо учиться. Усознать химию, физику, математику. Не так-то просто прийти на это предприятие. И мы будем только рады, если кто-то из нашего юноармейского отряда здесь будет работать. Напомним, акция «Неделя без турникетов» проводится два раза в год – в третью неделю апреля и третью неделю октября. В 2018 году на производственных площадках ведущей предприятий региона побывали около 1500 учащихся Ульяновской области. В этом году цифру планируют увеличить. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ. Ульяновскую область не зря называют родиной талантов. Но на этот раз речь не об искусстве, а об агропромышленном комплексе. Так в регионе успешно работает предприятие «Биоресурс», открытое в прошлом году. Что производят на заводе и почему данный завод можно назвать уникальным в нашем материале. В понедельник глава региона и министр развития агропромышленного комплекса осмотрели предприятие «Биоресурс», на котором производят минеральные удобрения и кормовые добавки на основе природного минерала циолита. За год предприятием вместе с Ульяновским государственным агропромышленным университетом имени Столыпина создано уникальное биоудобрение нового поколения. Как утверждают специалисты, полученный продукт полностью натурален и не содержит химических компонентов, является источником аминокислот для синтеза нового белка и минеральных элементов при их дефиците в организме. Можно уже говорить о хорошем качестве данной продукции. Та модификация, которая происходит в данной линейке, на самом деле линейка уникальная, мы хотим ее запретентовать, потому что единственный в России, пожалуй, что в мире. Сейчас по всей стране опробируется этот уникальный продукт. Применение кормовых добавок и премиксов на основе циолита, обогащенного аминокислотами, идет в хозяйствах Воронежского, Кировских областей, Чувашии, Татарстана, Краснодарском крае. Также ульяновское предприятие поставляет образцы за рубеж для испытаний, поэтому сегодня главная задача – получить патент и нарастить производство. Сейчас вот данную ситуацию подержать здесь, чтобы они прилили в порядок, и площадку дали, ну и вот эту площадку направление, да, как делать, эта задача. Здесь будет приходить по время еды, и там будем смотреть. Вот здесь поддержать их надо, да, это дело другое. Причем подставить реализацию патентов, условия. Предприятие уже отмечено и первыми наградами. На агропромышленной выставке «Золотая осень-2019» за разработку минеральных удобрений, кормовых добавок на основе циолита, завод «Биоресурс» получил серебряную и бронзовую медали. Новости Улправды ТВ. Почти год назад в Димитровграде был открыт центр спортивного и боевого самбо. Напомним, спортивный объект базируется в микрорайоне «Олимп». Центр самбо был оборудован при поддержке председателя правительства Александра Смекалина и руководства концерна «КамАЗ» во главе с генеральным директором Александром Кагогиным. О результатах первого года работы и значимости когда-то принято в решении в материале корреспондентов портала «Димград-24». Тренировочный процесс – просторный спортивный зал. За год существования центра число воспитанников увеличилось почти на полторы сотни мальчишек и девчонок в возрасте от 6 лет и старше. За год работы центра, конечно, ну немного, но изменилось уже многое. У нас уже постоянно занимаются 6 групп маленькими детьми, 3 тренера постоянно, взрослые, одна группа пока, конечно, хотим, чтобы в дальнейшем эта цифра увеличилась. Работает над тем, чтобы этот микрорайон еще охватить. Стоит отметить, что большой популярностью занятия самбо пользуются не только у жителей микрорайона «Олимп». Например, Кристина Салуянова из Первомайского района приводит на занятия своего сына. «Молодцы то, что развивают мальчишек, девчонок, то, что они занимаются. Это, я думаю, самое главное, наверное, надо для детей, чтобы не ходили просто по улицам, от бездель и не страдали, а занимались постоянно спортом». Также на базе центра для ребят проводятся различные соревнования. Одним из масштабнейших и ярких событий в жизни молодого центра стал фестиваль боевых искусств «Тафиса», который проходил на территории региона при поддержке регионального правительства. Кстати, после фестиваля здешняя материально-техническая база пополнилась современным ковром для занятий. Наталья Абанина, Анжелика Боровинок, Демград-24, специально для Уллправда ТВ. В Ульяновской области стартовала неделя музеев. По этому поводу прошла пресс-конференция с участием министра культуры Ульяновской области. Евгения Сидорова рассказала, чем могут заинтересовать подобные акции. К слову, в этом году планируется организация 13 тематических недель. И в рамках этой музейной недели определены, скажем так, адресные перечни государственных, муниципальных, ведомственных, частных музеев, которые принимают участие в проекте, которые в ту или иную неделю приглашают к себе для посещения на совершенно бесплатной основе. Пресс-конференция проводилась в Крывеческом музее. Мероприятие продолжилось в выставочном зале. Там проходила экскурсия с использованием новых аудиогидов. Гаджеты закупили в этом году. Сейчас их всего лишь пять штук. Но штат этих рассказчиков на батарейках будет пополняться. Согласно прогнозу синоптиков, 16 октября в регионе ожидается похолодание. Температура воздуха днем опустится до отметки 6 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру в 18.50. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Всех!